Есть пророки в своем отечестве, в Самарте сделали свой выбор и отдали голоса на городской театральной премии зрительских симпатий Браво. Здравствуйте, вы смотрите программу Город ТЭС, с вами Марьяна Мирна и в гостях у меня сегодня, конечно, лауреаты той самой премии, актеры, которые неоднократно слышали в свой адрес возгласы Браво. Здравствуйте. Представлю наших гостей театр Самарская площадь, Владимир Лоркин, здрасте. Здравствуйте. Театр оперы и балета, солист Георгий Цветков, приветствую, и актер драматического театра Владимир Морякин, привет. Здрасте. Ну что, лауреаты, как самочувствие и как вот эта статуэточка волшебная и диплом почетный, нашли ли места в ваших домах, квартирах, Володь? Ну, конечно, конечно, стоит, стоит, красуется. Приятно, радует душу? Ну, конечно, конечно, радует, да. Георгий, кому первому позвонили, может быть, сказали, что вот я лауреат? Ну, супруги и маме. Что они сказали вам в ответ на это? Ну, жена прокричала. Браво! Что здорово, да. Мама тоже очень порадовалась, конечно. Володь, ну, у тебя эта премия первая в жизни вообще, по-моему, да, как явление? Ну, я сразу две забрал домой. Ты сразу две за лучший спектакль, да? За лучший спектакль я, да, Сергею Ивановичу Грицаю передам потом. И как лучший молодой актер. Да. А для тебя, как для, ну, вот человек, который, в принципе, впервые вообще какую-то такую вот награду получает, это же, наверное, какие-то особенные чувства? Ну, конечно. Ну, и неожиданно. Ты же не задумываешься о том, все равно, ну, мне, как я, как артист, что, ну, мы работаем, да, но ты же не думаешь, что кто-то за тебя может голосовать, что вот кто, ты кому-то можешь понравиться, что люди пойдут и напишут. Я даже ни разу не видел этих бланков, мне, как мне, предлагали, давайте, пойдемте все разными почерками будем писать. Нет, ну, это здорово, конечно, приятно, что за тобой следят, то есть люди потом, я видел, там, в социальных сетях писали, ой, мы всей семьей голосовали, и так это приятно. Правда, еще вот такой отклик в социальных сетях ты видел, слушайте, как здорово. Да, ну, вот это приятно и неожиданно. Вообще, я знаю, что когда в театрах появляются вот эти урны по весне, да, для голосования, там, когда заходишь, ты видишь, как там вот кипишуют, да, как-то вот рядом с этими урнами что-то люди заполняют, между собой советуются, вот лично видела. Заставали ли вы, вот, Володь, ты говоришь, не видел, кто-то из вас, может быть, заставал такую картину, приходя в театр, вот, Володь, вы приходите на спектакль, а там тоже люди. Нет, я не видел, я как-то раньше прихожу, и я публику не вижу. Ну, тоже мы через служебный вход заходим. То есть, вот, это все мимо, это все, это вот работа как-то мимо вас, да, прошла, вы уже только презентации. Единственное, что он интригует, этот, эта коробочка, и этот ящичек интригует, хочется туда заглянуть, конечно. А есть всегда вот какие-то, ну, мысли о том, что за какой конкретно спектакль будут голосовать, да, или за какую роль, а буду ли я, вот, вот эти мысли как-то они посещают вот вас, актеров? Мне кажется, нет. Ну, честно говоря, да, как бы об этом не думаешь. Святые люди. Все ради зрителя, да, и чтобы вообще, какие награды? Да. Только чтобы, вот, да, браво, покричали, самое главное. Смотрите, конкурс имеет интересное вот такое название, да, браво. Каждый артист, на мой взгляд, мне так кажется, все-таки актерам вам приятно, да, когда вы выходите на поклон, вам кричат браво, помимо цветов, да, это аплодисменты. Вот насколько вот эта похвала все-таки, ну, так, положа руку на сердце, да, не скромничая, насколько эта похвала вас поддерживает, подбадривает и дает ли она стимул, да, для дальнейшей работы? Вот, Володь, это толкает на дальнейшие вот актерские подвиги? Ну, да, толкает. Нет, конечно, когда кричат браво на спектакль, это, это что-то особенное. Ну, потому что аплодисменты, ну, аплодисменты, да. Ну, когда слышишь, что там кто-то один или двой крик на льбру, ну, да, ты понимаешь, что до кого-то что-то дошло и кого-то проняло, это здорово, это приятно. Ну, и, конечно, ну, да, да, куда-то толкает. Георгий, вас вот надо хвалить или ругать, чтобы вы вот усилие над собой прилагали и дальше лучше работать? Наверное, лучше хвалить. Хвалить все-таки? Ну, артисты говорят, душа ранимая, да, если художника обидеть может каждый. Володя, тебя хвалить надо? Как-то 50 на 50. А как определить? Ну, не знаю, как это определить, но я ленивый человек по жизни, поэтому мне лучше гонять. Поэтому, нет, похвала, она всегда приятна. Вот, как говорил Владимир тоже, браво не каждый, наверное, выкрикнет. Ну, потому что, значит, правда, то, что зацепило, потому что мы-то люди театральные, мы-то можем там, ну, коллегам стать там. Ради хохмы крикнуть, браво. А зритель, когда рядовой, это же тоже нужно на это собраться и выкрикнуть. Да. Наверное, это дорогого стоит. Слушайте, ну вот зрители, когда, вот мы говорили, да, об этом с некоторыми из вас, о том, что есть премии профессиональные, да, когда вас отсматривают критики, какое-то такое профессиональное жюри, которое по каким-то критериям, параметрам и так далее это делает. Но зритель все-таки это скорее не параметры, да, а скорее нравится-не нравится, да, цепляет-не цепляет. Это скорее более эмоциональный, что ли, подход. А насколько, вот, опять же, на взгляд каждого из вас, насколько это правильно, насколько это должно и имеет право вот место быть на нашей земле? То есть это проходная вещь или это просто другая сторона медали, вот, вашей актерской работы и оценки вашей актерской работы? Ну, в любом случае, наверное, для артиста, как, ну, мы работаем, что искусство, но плоды, как ты пожимаешь, как ты относишься к профессии, так профессия относится к тебе, наверное, это все равно тоже важный момент. Ты же понимаешь, что, вот, ты там страдал, болел, мучился, не получалось, и вот результат, что это все равно приятный момент такой жизни. Егор? Ну, я говорю, все-таки оценка, вот, именно то, что зрители, это очень здорово, потому что, в любом случае, мы же работаем не на жюри, на какое-то, да, профессионально, вот, именно на нашу публику, на наших зрителей. Ну, есть понимание, да, Володя, то, что это все-таки не какие-то профессиональные критерии оценки, да? Нет, ну, а как мы обычно все воспринимаем искусство, нравится-не нравится мне, а мне кажется, это самое главное, самое главное, нравится-не нравится. Это уж там критики, там что-то там находят или не находят, а зрители, обычные зрители, именно нравится-не нравится, по-моему, это вершина. Нам нравится, и, конечно же, мы были, да, на вручении этой премии, есть у нас об этом небольшой сюжет. Давайте его посмотрим и вернемся. В номинации «Любимый театр театрального сезона 2015-2016 годов» определила победителем Самарский академический театр оперы и балета. Лучших выбирали с весны. В театрах Самары были установлены урны для голосования. Зрители отдавали свои голоса за любимых актеров и спектакли. Не исключением стали и представители городских властей. Надо сказать огромное спасибо всем творческим людям, которые принимают участие не только вот сегодня в мероприятии, но и своим трудом сделали так, что Самар является театральной столицей по Волжье. Порой один единственный спектакль, он может поменять жизнь очень-очень сильно. Всем советую чаще посещать театр. Это очень нужно всем нам, это очень нужно актерам, потому что каждый раз, играя спектакль, они сдают определенные экзамены. И каждый раз они играют для нас с вами. Лучшим спектаклем по классической драматургии стала постановка «История лошади» драматического театра. В современной драматургии победил Самарт с дебютной режиссерской работой «Манюня». «Манюня» это, вообще, когда я прочитал эту книгу «Манюня», это про мое детство. Мне как бы это близко, я все прекрасно все это понимаю, о чем там шла речь. И как сложится дальше, посмотрим, посмотрим. Конечно, и классика, я думаю, будет современной драматургии. Лучшим музыкальным спектаклем стал гранд-пайс по хиты Минкуса. Лучшей балериной признали Ксению Овчинникову. Георгия Цветкова за партию Елецкого в «Пиковой даме» отметили как самого любимого исполнителя. Самая острая борьба, конечно, развернулась за звание любимой актрисы и актера в театре драматическом. В этих номинациях победу одержали народная артистка России Жанна Романенко за «Странную миссис Сэвич» и Владимир Лоркин из Самарской площади за роль в спектакле «Кроткая» по Достоевскому. Любовь, вот ее не купишь, вот ее не купишь ни за какие деньги, вот ее надо действительно заслужить. И действительно я ее питаюсь, этой любовью. И каждый раз, выходя на сцену, естественно, я хочу, ну как бы, вот оправдать, оправдать это доверие. Это же голосуют зрители, это особенно приятно. Ну, хотя профессиональная премия, конечно, тоже очень важна, и она очень приятна. Но здесь зрители, это здорово, значит, нас любят, значит, к нам ходят, есть зрители. Это отлично. Когда мы слышим аплодисменты в этой черной яме зала, так именно выглядит зал, когда стоишь на сцене, потому что не видно лиц, и мнение зала нам очень важно, потому что вся наша жизнь направлена не понравиться моему коллеге-профессионалу, да, а понравиться зрителю. В этом году 11 лауреатов уже определены. У зрителя будет возможность вновь проголосовать за любимые театры следующей весной. А пока все как один кричат самарским актерам «Браво!» Слушайте, ну так приятно. Лучший театр, да, любимым театром оказался театр оперы и балета. Как в театре эту новость приняли, как все сказали, да, а почему бы и нет? Конечно, я думаю, что любой театр, да, считает себя лучшим, но я имею в виду артиста театра. Ну, зрителей же много, у вас же на потолках висят люди каждый раз, аншлаги, сумасшедшее количество зрителей. Ну, не всегда, конечно, но достаточно часто после времени это очень радует. Ну, я думаю, что прониклись, да, как-то сейчас, в принципе, да, если коснуться темы, того, что кризисное, да, тяжелое экономическое время, а душа-то требует и полета, и творчества, и прочее. Мне кажется, сейчас к вам люди в театр же идут, да, у нас же не бывает такого, что кризис денег нет, и в театр мы не пойдем. Мы все равно пойдем, правильно? Да, ходят. У вас же тоже, Володь, у вас тоже всегда приставные все стулья, все вытаскивается. Да, да, ходят, это здорово, удивительно. Володь, вот не был бы ты артистом, был бы ты просто молодым человеком, молодожью. Пошел бы я в театр? Пошел бы ты в театр? Вот это уже другой вопрос, не знаю, может быть, не было бы жалко денег. Ну, вообще, ты много видишь в театре людей твоего возраста, потому что ты же еще молодой, у нас совсем начинающий актер. Нет, ходят, все равно видно на спектаклях. И вот, ну, по тем спектаклям, где у тебя есть возможность, ты общаешься с залом, много молодежи ходит, все равно. Вроде кажется, что театр, ну, не так интересен, потому что мы-то варимся, как бы, нам это интересно. А нет, народ и молодежь, как ни странно, но это здорово. Не могу не затронуть, конечно, тему того, что у нас на прошлой неделе была такая, ух, новость, три театра Самарской области вошли, да, стали номинантами на «Золотую маску». Это как раз-таки театр оперы и балеты, это театр драмы и театр Грань, город Новокобишевск. Позовем их в следующий раз. В театре, я так понимаю, да, новость эту, как бы, приняли прекрасно, все очень рады. Все с нетерпением ждали. Да. А известно ли уже какие-то даты, может быть, когда вы едете в Москву, где вы будете играть, на каких сценах? Пока еще мы не владеем этой информацией. Кто вас еще поздравлял, кроме меня? Я, по-моему, первая вас всех поздравляла. Ну, родители, ну, коллеги поздравляю. Ну, коллеги, я как раз был выходной, на следующий день все поздравляли. Ну, кто-то уже, мы в социальных сетях, о, круто. Нет, ну, это здорово для нас, для нашего вот театра, что у нас и спектакль молодой, все молодые. Блин, попасть в 25 лет на маску, как бы, не каждому дано. Ну, у тебя вообще получилось, тут тебе и зрительских симпатий, и через три дня буквально маска, и вообще. Вообще маска для актеров, ну, мы, понятно, вот мы зрители, допустим, да, или там, мы журналисты в данном случае, мы понимаем, что это престижная премия, что все за нее борются и так далее. Но мы-то за нее не боремся, ни зрители, ни журналисты, за нее борются артисты, и ее получают актеры. Что у вас там внутри в душе происходит, и вообще вот эта маска, она вообще нужна? Техиокардия происходит, вот за себе говорю. Я только вот, наверное, я, мне два, как я успокоился немножко, потому что меня тресло, что вот мне перед каждым спектаклем, вот я же с утра уже встаю, мне так думаю, маска, маска. Мне, Катя, жена моя, говорит, да ты успокойся, ладно, через полгода только поедем на этот спектакль, что ты тут сейчас устраиваешь? Я говорю, не, ну страшно же, маска, Москва, как. Я вот только думаю, правда, а что вот я вот так часто уже переживаю, еще, ну, февраль, вот там, февраль, март, апрель, еще до этого дожить надо. Ну, все равно это страшно, это ответственность. Как бы ты же представляешь свой город, люди-то не знают в Москве про нас так вот, про нас, ну, про коллектив-то. Такая ответственность страшная. Егор, вы были, в прошлом году ездили в Москву, потому что театр оперы балета, это дубль называется, да, в прошлом году был номинирован, в этом году. И в том году вы ездили как раз с «Пиковой дамой», и как раз этот спектакль за партию Лецка, вы, вы и премии «Браво» были награждены. Какие там, что там происходит, какие там ощущения? Да. Володь, расскажите. Ну, кстати, на маске до этого был с Екатеринбургским, тебя там еще есть. Ой, так вы прям вообще... Ну, в 13-м году. Тертый калач, можно сказать. Нет, ну, это, хоть и номинированы были у нас там главные персонажи, Герман и Лиза, но все равно это очень ответственно. Тем более у нас режиссер в целях усиления там драматического эффекта добавил моему персонажу, обычно в интермедии партию Золотогора поет Граф Томский. А здесь он почему-то решил отдать это вот моему персонажу, Елецкому. Ну, в принципе, и Лизу, то есть вот они, что там, как бы... Она не отдала ему свою руку и сердце, ну, как и на самом деле, так же, собственно, произошло. Вот. Там очень... То есть после исполнения арии я бегу, переодеваюсь, потом я переодеваюсь еще раз, потому что Елецкий командир кавалергардов, то есть начальник личной охраны императрицы, там, Екатерина II, это, конечно, нечто вот эта вот беготня вся, вот. Но, в принципе, очень здорово принимали. И вот как раз вот после исполнения арии, когда услышал именно в Москве, там, на сцене театра Станиславского, крики «Браво!» и «Зал!» — это было здорово. И после арии и на поклонах было, конечно, здорово. Ну, как раз вот, не знаю, о чем может быть лучше еще такой оценки. Ну, вот этот год как бы... Ну, как, это же показатель, то, что второй год подряд театр становится лауреатом? Конечно, но у нас театр, я считаю, ну, трупы, оперный оркестр, и, ну, все как бы с каждым годом как бы только прибавляем в мастерстве. Здорово, действительно, как бы было бы удивительно, если бы мы и не прошли, мне кажется. Я разговаривала с вашим главным дирижером, как раз-таки вот по постфактум, да, когда вы выложили эти все данные, и спросила его про то, будете ли вы еще флешмобить в Москве. Вот, тяжелый, да, был вопрос, потому что он так вроде, он человек, ну, больше к высокому творчеству, да. Но все равно, вот для журналистов, допустим, это прям крутая вещь, да, когда театр выходит с флешмобом, когда делает какие-то нестандартные вещи, когда какие-то эксперименты, об экспериментах, кстати, сейчас еще, Володь, вам будет вопрос. Вот, а насколько это вот классно для самих, для себя, что это не на сцене, да, они просто вышли, сделали так здорово, завели публику? Ну, не знаю, насколько можно это назвать флешмобом, с учетом того, что мы поднялись на вокзал, ну, там рассосались, значит, по залу никого, как бы, ну, разошлись грубками. Когда там стояло 20 камер уже со всех каналов, я не знаю. Не знаю, не, люди заинтересовались, что это камеры, а все поднимаются, там ходят мимо киосков, там, значит, разошлись по залу. А потом, когда запели, неожиданно потом солисты потянулись, да, то есть действительно было интересно. Люди со всего вокзала прибежали, там кто-то кого-то сможет дергать на поезд, да подожди, вот они сейчас. И так до конца все дослушали, досмотрели. Ну, это классный был эксперимент, на самом деле, Володь. У театра Самарская площадь всегда есть какие-то, ну, такие творческие эксперименты, какие-то подходы. Вы там, то со зрителями, я говорю, вот там пироги, эти капустные на капустнике. Да, мы любим, да. Да, то какие-то у вас там в связи с годом кино, что-то, каких-то встречи. То есть вы, у вас и так работает, вот у вас работы много, и вы еще помимо этой работы умудряете еще, да, умудряете еще дополнительно какую-то вот на себя брать эту нагрузку, чтобы быть ближе, что ли, со своим зрителем, не знаю, быть доступнее. Для чего это делается на самом-то деле, да, и что это дает театру, зрителю, вам в будущем для профессии? Ну, собственно, Марьяна, вы ответили на этот вопрос. Быть ближе, доступнее. И все? Или это очень много? Да просто прикольно и здорово вот так вот встретиться со зрителями, попить чаю вместе. Ну, здорово уже пообщаться, послушать, что они о нас думают. Вот, вот, где корень-то, послушать, что зрители о вас говорят. Ну, говорят, наверное, хорошее. Ну, да, как правило, да. Или бывает, а бывает такое, что вообще, что... Чаще ругают в социальных сетях. Кто-то из зрителей, да. Ругают, бывает? Ну, поругивают, конечно. Ну, вот после маски опять же приехали, ну, люди стали интересоваться там, где-то читать. И вот некоторые вот какие-то гадости выкладывали, непонятно зачем, что якобы там петь никто не умеет, или все никакие, солистов не слышно, оркестр плохо играет. Ну, это чушь, конечно, потому что действительно было потом много отзывов очень хороших. Вот, я считаю, что очень здорово все выступили. Ну, там были там некие трудности, но это там у некоторых отзывов. Ну, по состоянию здоровья просто. Действительно, как бы больные, но пришлось в любом случае выступать. Ну, чтобы вот такие вещи писать, это уж совсем просто. А есть же разница между гадостью и критикой, да? Да, это же большая вещь. Как относитесь, вот к гадости понятно, как относитесь к критике и от кого она разумна, на ваш взгляд, Володь? Ты от кого слушаешь и воспринимаешь? Да нет, ну, критик-то в любом случае ты воспринимаешь, а уж отвечаешь ты на нее или нет, или, ну, пропускаешь мимо ушей, как бы выслушал и выслушал. Но бывает вот, наверное, вот есть и гадкие вещи, которые, как бы, люди пишут, зачем и для чего. Есть, когда люди начинают там хаять и спектакль и все. Не знаю, там, материалы, либо, ну, как бы, все понятно. Не каждый раз ты идешь в театр и читаешь ты либо пьесу, либо повесть, там, либо что-то подобное, по которой данный спектакль идет. Но никто же не заставляет, как бы, ну, просто уйди тогда, ну. Встань и выйди из зала. Да. Все правильно. Егор, у вас бывает такое, что чью-то критику, даже если вы понимаете, что это не гадость, а критика, да, но вы не будете к ней прислушиваться, а к кому-то наоборот. Тем более у вас еще есть же такие, ну, вокальные вещи, да, то есть тут же все-таки не только по драматике, да, могут вам какие-то замечания там или что-то делать, но и по голосу. А голос, кроме вас, кто лучше знает? Ну, мало кто, наверное. Ну, там, критику, но я могу воспринимать, там, от режиссера, от дирижера, да, как бы, ну, самые такие главные. Ну, естественно, там, от своих родных, близких и друзей, вот. Или там, действительно, люди, которые, от людей, которые этим профессионально занимаются. А есть, конечно, просто, я говорю, ну, опять же, гадости какие-то, что-то, я стараюсь эти вещи мимо ушей пропускать, конечно. Володь, у вас, Евгений Борисович Дробышев, такой очень, мне кажется, интеллигентный и деликатный человек. Очень. Он бывает, что критикует, так что? Конечно. Прям ой-ой-ой. Да, бывает ой-ой-ой. Да, стены дрожат. Бывает, бывает, конечно. А когда, вот, ну, еще к зрителям немножко вернемся, вот как раз на встречах на таких, есть то, что, допустим, зритель говорит, что, а что у вас в спектакле там вот так, мы не поняли там ничего, да? Или какие-то вещи, которые не столько критика, сколько, ну, может быть, дополнительная возможность подумать самим и, может быть, поработать еще какие-то. Вот это важно от зрителя, получить обратную связь. Все ли он понял то, что вы хотели донести? У нас был очень интересный опыт, такой, никогда такого у нас не было в театре. Это когда Ирина Ильян Керученко ставила вот эту кроткую, она устроила до премьеры, не помню, ну, наверное, шесть показов на зрителях. То есть это было шесть прогонов. Это ее принцип такой. И после спектакля она всегда оставалась со зрителями и спрашивала, ну, как, что, что не понравилось, что... Там были интересные вещи-то, это же Достоевский, и там некоторые зрители говорили, вот нам непонятно значение вот некоторых слов. Почитайте Достоевского. Например, типа там фрапировал, вот они спрашивали, а нельзя ли его убрать, это слово, потому что это непонятно. На что Ирина Ильяновна очень злилась. Если что-то, да, такое... Ну, да, ну, вот, да, был так занятный, так это была такая история. Слушайте, ну вот вернусь к премии немножечко, да, к нашей, по которой мы сегодня с вами собрались, премия Браво. Это ваши зрители. Она бывает у нас не каждый год, да, как-то через год она у нас идет, мы выставляем эти... Или я ошибаюсь, по-моему, в прошлом году не было. Ну, по-моему, третий год подряд она идет. С 12-го года, но премия была четвертая. Один год мы пропустили каким-то образом, вот если так уж. Разложить. Вот, но тем не менее, каждый год у зрителей есть возможность отдавать свои голоса. Вы об этом знаете все. Каждый год ставятся новые спектакли, выходят премьеры. Можно ли и нужно ли для вот этих голосов что-то делать, работать, выходить там на сцену? Или оно должно быть попутной такой приятностью, когда вы сделали качественно свою работу, а потом получается вот это Браво? Или все-таки где-то там кто-то, режиссер или менеджер театра, должен где-то там в голове держать, что нет-нет, премии-то театру нужны. Это же не просто так. Ну, то аллочный театр будет. Да нет, ну, мне кажется, как ты относишься так и к профессии, так и она к тебе опять же. Мне кажется, все, оно бумерангом возвращается. Ну, то есть просто честно, да? Я не знаю, ну, вот я не задумываюсь о том. Ну, и может, там руководство, конечно, задумывается, что время нужно, театру, конечно, это плюс. Ну, ведь театр с лауреатами, это же у нас театр с лауреатами, это же круто звучит. Ну, конечно. Ну, а просто мне кажется, вы просто говорите, вот борьба, борьба идет, я не знаю, каким образом она происходит борьба. Просто люди выходят и работают. Мы добрые, да, мы не боремся. Спасибо вам огромное, что пришли Я вас еще раз от души поздравляю С лауреатством в театральной премии Браво! Удачи желаю Невозможной на премии Золотая маска с лауреатством Со зрителям прощаюсь до следующей пятницы Проведите выходные с пользой и с удовольствием До встречи Субтитры подогнал «Симон»